Всем привет! И давайте разберем, что нам делать, если мы проходим тестовое задание, мы проходим собеседование, либо вы переустановили программу, или вы сели за чужой компьютер, и вам нужно работать в Adobe Illustrator, и он у вас выглядит по-другому, не так, как мы привыкли в уроках, не так, как мы его настроили. Настройка компьютера, настройка иллюстратора занимает буквально одну минуту. Вот смотрите, сейчас я не вижу всех инструментов пера, я не вижу всех инструментов кисти, у меня вот здесь какие-то странные панели, которые для меня как бы не очень привычны в плане работы, я работаю с другим интерфейсом программы. Что мне сделать? Первое, что вы делаете, вы заходите, в зависимости от того, предложили вам открытый документ или вы создаете новый, вот здесь там уже вариации, но вы заходите в программу уже с документом, окно, рабочая среда, и вот здесь мы с вами выбираем основные классические настройки. После того, как они выбрались, смотрите, вот здесь на панельке возникает привычное, тому, что я показываю в уроках, да, среда, вот это можно свойство вот сюда перенести, например, вот, и оно у вас абсолютно привычным становится видом. Что касается рабочей панели инструментов, если они у вас сразу вышли, это хорошо, если вдруг они у вас показываются по-другому, то ничего страшного в этом нет, вот она панель инструментов, вот они основные, это уменьшенное количество, вот оно расширенное, вот они все большие, так что вот смотрите, я просто объясняю, потратила больше времени, по факту вам нужно сделать два клика, вам нужно выбрать рабочую среду, основные классические настройки, и вы сразу увидите вот этот вот привычный вам базовый интерфейс, и еще вот запомнить панель инструментов дополнительно, тогда они у вас все появятся. Что еще может быть? Обязательно обратите внимание на то, в каком цветовом режиме у вас находится документ, в зависимости от потребностей, вспоминаем, может быть RGB, может быть CMYK. И бывает, что по-разному настроена толщина обводки. Классическая толщина обводки вот в такой вот классической версии, да, классическом интерфейсе будет в пунктах, и у нас, как правило, один пункт. Если вдруг что-то у вас не так, и вы видите, что все по-другому, вот здесь у нас с вами файл, цветовой режим документа, вы можете поменять CMYK RGB, только помним, если у вас CMYK, а вы переводите в RGB, то цвета как бы ничего будут, а если из RGB в CMYK, то цвета, грубо говоря, потухнут, потому что они у вас будут переводиться из модели, которая светит на вас, в модель, которая, соответственно, печатная. Аддитивные и субтрактивные модели. И, соответственно, вот они у нас есть с вами параметры документа. Вот здесь же тоже в настройках это все есть. И вы здесь можете настроить, какие у вас параметры документа, сведения о файлах, цветовой режим. И в редактировании есть настройки. Есть установки, есть настройки. Вот они, основные настройки. Если вдруг прям что-то очень нужно, то можно здесь поправить единицы измерения. Вот это то, о чем говорила Света, например, что у нее были, например, в миллиметрах. Вот если вы войдете, еще раз показываю, редактирование, установки. И вот здесь, ну я просто на основные нажимаю, мы вот здесь выбираем с вами единицы измерения. А обводка у меня в пунктах. Это привычные вам настройки. А основные, если вам вдруг нужно поменять настройки, на дюймы, на сантиметры, на метры, вот это вот здесь в документе в любом вы можете поменять. Поэтому запомните вот эти четыре пункта, еще раз их повторяю, окно, рабочая среда, основные классические настройки, панель инструментов, дополнительная, файл. Вот здесь у нас цветовой режим, CMYK или RGB, редактирование, установки, единицы измерения. И вот здесь вы можете всегда настроить документ. Это занимает одну-две минуты максимум. Даже если вы торопитесь, вы быстро приведете компьютер в тот вид, в котором вам привычно. Еще один был вопрос о том, что режим контуров, он возникает вот так, кажется, что все пропало. Почему он возникает и зачем он нужен? Иногда в программе бывает очень большое количество сложных заливок, много объектов, много мелких деталей. Она просто не справляется. Либо графический процессор не справляется, либо основной процессор не справляется, либо видеокарта не справляется. И тогда программа вас может сама щелчком вот так перекинуть. О чем это говорит? Что ей очень тяжело самому компьютеру, и он у вас вот так включился, этот режим. Включается он с сочетанием клавиш Ctrl-Y. Документ у вас никуда не пропал, все на месте, просто компьютер может отчелкнуться. Ну, либо иногда бывает такой момент, что шаловливые ручки, у нас это нажимают. Если вдруг такое произошло, иногда имеет смысл, если компьютер перегружен, и вы это понимаете, у вас открыто много всего, много тяжелых файлов, просто перезагрузить компьютер, заново открыть файл. Если это не срабатывает, тогда нужно файл, грубо говоря, расщеплять на два кусочка и открывать их по отдельности, потому что, ну, мощности компьютера не хватает с ним работать. Если же это ловкость рук, какое бывает, вот оно у вас включилось, вот здесь через просмотр вы всегда это найдете. Иллюстрация. Ну, в моем случае это переведено как иллюстрация, вообще это режим контура, в зависимости от того, какая у вас версия программы. Это во всех версиях программы оно будет приблизительно так. Вот они, Ctrl Y. Так что, ничего страшного в этом нету. Да, бывает, что на собеседованиях это просят, теперь вы знаете, как это сделать. Отрепетируйте, сядьте за компьютер и отрепетируйте. Я вот тоже, например, ставлю обновление программ, новую версию, ты в нее садишься и думаешь, блин, а почему все по-другому? Потом просто раз, два, три и поехали работать. Вам нужно уметь быстро настроить рабочее место под себя. Одна-две минуты, это очень быстро. Я уверена, что у вас все получится. Если остались вопросы, обязательно мне пишите, а это все себе зафиксируйте. Прямо по пунктам, что нужно сделать перед началом работы. Мы это в курсе разбираем. Это еще раз повтор ваших действий.